В нашу страну приехали представители абсолютного большинства стран, представители коммунистических рабочих партий и национально-освободительных движений. Мы подготовке юбилея 100-летия Великого Октября придавали особое значение. Еще два года назад на пленуме был рассмотрен этот вопрос. Подготовлена обширная программа международных связей и одновременно разработки теории и практики социалистического строительства применительно как к ленинско-сталинской эпохе, так и к современной. Должен сказать, что практически все без исключения откликнулись на наше приглашение и приехали в страну. Сегодня в форуме участвует 131 делегация из ведущих партий мира. Мы разделили это торжественное заседание как бы на две встречи. Мы начинали три дня назад эту встречу в Ленинграде, Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце знаменитом, где выступили представители 100 партий движений. Я должен подчеркнуть, что, во-первых, они огромным интересом изучали и исследовали проблемы Великого Октября и его грандиозные последствия для развития мира и человечества. А с другой стороны, ни один выступающий даже камешка не бросил в нашу страну. Они высоко оценивают не только октябрь, но и международные заслуги нашей страны, которые борются за стабильность на планете мир, которые выступают против санкций, против развязывания новых войн. Человечество понимает, что Советский Союз и Российская Федерация играли и играют огромную роль в стабилизации ситуации на планете. Тем более, бушует третий системный кризис. Я не устаю вам напоминать, я хотел, чтобы вы это показали, что за 200 лет капитализма было 12 кризис. Я готовил специальную записку президенту и правительству, чтобы они ознакомились, как начинались кризисы, с чего, как они развивались и чем они заканчивались. Так вот, два системных кризиса капитализма в прошлом веке закончились двумя мировыми войнами. Из Первой мировой человечество вытащил в Великий Октябрь, Ений Ленина. Возрождение и создание на обломках сгоревшей империи союзного государства. СССР был последователем геополитических достижений тысячелетней России, но в новой форме, когда не русские националисты имперской амбиции, а труд, справедливость, дружба, народов и равенство были положены в основу строительства нового мира и страны. И это было сделано на съезде. Именно на съезде, не на войне, а на съезде сделано. И все народы бывшей Российской империи согласились жить в союзном государстве, имея свои права, обязанности и гарантии. Более того, мы специально открыли наши торжества в Таврическом дворце. В этом дворце 4 апреля, на второй день после возвращения из эмиграции, Ленин выступил с знаменитыми апрельскими тезисами, где предложил план построения социалистического общества. Этот план был реализован. И никакие иностранные деньги. Это такая ложь и чушь, которая оскорбляет всех нас. Полная ложь и полная чушь. Давно доказанная. И то, что вчера ЦРУшники нам навязывали, Ебельс во главе с Гитлером пытались компасировать мозги советской стране. Сегодня это делают под благовидным видом разных сериалов и тому подобное. Это недопустимо. Ни с какой точки зрения. Когда орут о необходимости сплоченности на фоне новых военных вызовов и санкций. Какой можно сплоченности говорить? Когда великие достижения великих людей превращают в ЦРУшные проделки и происки. Когда люди, которые живут на Кавказе, заявляют о том, что надо пренебречь мнением наших отцов и дедов. Отцы и деды приедем на съезде. Решение так захоронить Ленина. На съезде они приняли. А потом подтвердили все без исключения советы, которые были на территории страны. На Кавказе я там 10 лет почти отработал. Есть главная ценность. На дочарной цепь седины предков и могилы стариков. Это превыше всего. Будьте добры уважать лучшие традиции великой советской эпохи. В том числе и кавказские обучения. Мы специально всех гостей пригласили в Смольный. Где на первом заседании Сиэлда был избран состав советского правительства. Во главе с Лениным. Мы специально их пригласили на корабль Аврора. Они увидели корабль номер один, который сегодня стоит под номером один в вооруженных силах Российской Федерации. Где увидели экспозицию. Где увидели то, что корабль этот выполнил приказ советского правительства, а не меньшевиков. Он выполнил приказ, дал холостым залпом сигнал к тому, что наступает новая эпоха. А его прожектора высветили не только стены Зимнего дворца, но и прорезали мрак капитализма и капиталистического рабства. Показали, что есть иной путь родителей. Мы специально их пригласили на вечер во дворец Октябрьский, которому исполнилось 50 лет. Этот дворец был построен 50-летию Великого Октября. Где лучшие художественные силы Ленинграда, Питера. Лучшие почти тысячи человек участвовали в концертно-музыкальной программе. От великолепных артистов до подрастающего поколения, где продемонстрировали свою волю и свое уважение к этой Великой Октябрьке. Они прибыли у нас в Москву. И в Москве вчера участвовали и познакомились с достижениями нашей великой тысячелетней культуры. Кремль занесен сокровищ на ЮНЕСКО. Они видели, видели реально, видели, что происходит там. Они возложили цветы в могиле неизвестного солдата. Мавзолею Ленина поклонились всем 400 героям советской эпохи, которые захоронены у Кремлевской стены. И всякая болтовня в перезахоронениях, она под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать в стране массовые беспорядки. Но мы там официально заявили. Мы никаким этим проискам не дадим состояться. Мы их просто подгоним оттуда. Сегодня выступают ведущие лидеры. Вы можете послушать мнение. И вы увидите, увидите главное. Сегодня Россия находится в трудном положении. Путин говорил, придя в Думу, нужна сплоченность. Так вот, все партии, которые с Единой Россией подписывали соглашение, все от нее отвернулись. Кроме коммунистических и социалистических, которые поддерживают Россию в это горячее время. Те, кто поддерживал Сера Миронова, тоже. А с ЛДПР они не хотят связываться вообще. Все до Единого приехали здесь в зале. Идите у них спросите, как они относятся к Великому Октябрю, к советской стране, как относятся к Российской Федерации. Они с большим уважением, почтением относятся к нашей стране, которая отстаивает баланс сил на планете. Которая все делает для того, чтобы поддержать Россию в суровое и трудное время. Так это надо быть элементарным человеком, чтобы не использовать уникальную возможность взять интервью, спросить и выслушать мнение всех ведущих. Тут 60 генеральных секретарей левых и народно-патриотических партий. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы была элементарная правда. И вы показывали, чтобы вы тоже не шли персональную ответственность. Мы принимаем гостей со всей планеты. Мы обязаны, с одной стороны, проявить внимание, с другой стороны, почувствовать поддержку, гордиться тем, что у нас великая история и великая страна. Это и будет та правда жизни, без которой не может обойтись новое поколение. Не все мы вместе ждали. Как вы оцениваете ряд фильмов, которые отправляются к столетию революции на федеральных каналах, посвященные Ленину, Троцкому? Вчера начал с первой серии. У меня праздник. Мы готовились к столетию как к величайшему событию. Я по развитию России написал только за рубежом 150 работ опубликованных. Мой учебник, издан он о Франции. Моя книга «Глобализация и судьба человечества» переверена на все основные мировые языки. Я исследовал, как мы пришли к Великому Октябрю по дням и по часам. И когда смотрю ошалевшие от ненависти к своим отцам и дедам киноподелки, меня это не просто поражает и удивляет. Ведь те, кто это делают, они копают яму современной России. Люди, которые не уважают подвиг своих отцов и дедов, они не заслуживают никакого внимания и никакого элементарного уважения. Какие немецкие деньги? Кто их кому давал? Что это за чушь, которая давно была опровергнута? Доказана всеми и всями. Какой парус из него делают чуть ли не герои? Говорят, вы первый раз видите и слышите, да откройте энциклопедию, даже малую советскую до 40-го года. Провокатор был и есть провокатор. Наживался на горе и бедах. Что вы из него герои делите? Показывают два часа фильм. Ленин всю жизнь мечтал о социалистической революции. Своих 54 года написал 55 томов. Один из гениев человечества, его собрание сочинений во всех серьезных библиотеках мира есть. Вместо того, чтобы изучать и исследовать. Ленин, вы живете в стране, которую Ленин собрал. Она же сгорела в Первой мировой войне. Она разбежалась, разлетелась, развалилась. Не Ленин пришел требовать отставки со Сталиным, отставки Николая Второго. А пришли два лидера буржуазных партий, которые потребовали его отставки. Не Держинский с Сталином арестовали царя. А буржуазное временное правительство сдало приказ и совершенно незаконно арестовало и членов семьи. Не ЧВЧК отправляло царя с семьей на верную гибель. А отправляло временное правительство в бунтовавшую страну, где в каждой второй губернии было введено чрезвычайное положение. Не Ленин приглашал сюда Антанту, а Вильсон написал план расчленения России на 20 территорий и пригнали 14 стран, оккупировали все порты. У Ленина двух дивизий не было, когда начиналась эта бойня новая. Октябрьская революция, по сути дела, бескровно закончилась. Несколько человек погибло, 4 тысячи гарнизон охранял Зимний дворец, весь отказался защищать временное правительство. В Москве тут юнкера сопровождали, сопротивлялись, они вывели 300 человек и расстреляли там рабочих. После этого пришлось брать в Крым. Это были самые большие потери в активе. По всей стране прокатилось покой. Революция состояла. Началась гражданская война, самое свооруженное выступление Чехословатского корпуса, который был включен в состав французской армии. Ленину пришлось с нуля собирать 5-миллионную армию. 5-миллионную армию. 82 тысячи царских офицеров в полном составе пришли в Красную армию. Генеральный штаб военно-морского флота России, 600 человек, ни одного рабочего, ни одного крестьянина, ни одни аристократы, в полном составе пришли защищать Советскую армию. Вы тогда покажите это. Одна поделка за другой. И штанов выпрыгивают талантливые журналисты. Позорище. Им стыдно будет перед детьми и внуками. Стыдно будет, вы увидите. Человечество давно отдало оценку людей. И когда выходит, давами паруса, всякой прочей сволочи и провокаторов дают оценку гениям. На гения надо смотреть снизу вверх, а не сверху вниз. Я сегодня привел пример всех, кто высказался о Ленин. Романа Ролана прочитайте, это гений. Бернаден Шоу прочитайте, это гений. Альберта Эйнштейна прочитайте, это гений. Прочитайте его, современников, Герберта Уэллса. А я должен к вашим поделкам верить, которые скотство превращают в страну. Покажите великих, которые тогда отзывались о нашей революции страны. Вам стыдно будет то, что творите в этой ответственности в данное время. И перестаньте прикрывать мавзолею фанерками всякими. Мавзолею встречал, от мавзолея 7 ноября 41-го ходили погибать наши отцы и дяди. На мавзолею принимали парад легендарный. Мавзолею бросили 200 штандартов гитлеровского рейха вместе с штандартом Гитлера, поверженного в рейх. На мавзолею встречали Юрия Гагарина, первого космонавта. Они сидят и давайте сносить, давайте раскапывать. Варварные идиоты. Законченный причем. Учитывая тот опыт, что первое социалистическое государство превратилось в существование, можно ли говорить о системных ошибках социалистических движений? Сегодня, когда мы видим те процессы, которые происходят в современном мире, когда капитализм погрузился в густочайший очередной экономический кризис, совершенно понятно, что социалистическая система обладала колоссальными преимуществами и доказала эти преимущества. Не вина советского народа в том, что Советский Союз завершил свою историю в 1991 году. Внешние силы с одной стороны и внутренние предательства с другой стороны позволили использовать те некоторые сложности, сложности роста, которые имелись в развитии советского государства. Эти сложности роста могли быть преодолены, и Советский Союз, как сегодня, достичь колоссальных высотств, ну, подстрелили на взлете фактически. И на сегодняшний день успехи Китая, успехи Вьетнама, успехи других стран, выбирающих социалистическое развитие, социалистический путь, свидетельствуют в том, что это самая эффективная система, которая в 21 веке также демонстрирует свою эффективность, как она демонстрировала ее в веке 20-м. Если исторически посмотреть, то вы можете увидеть, что тот же капитализм веками пробивал дорогу, и были отступления феодализма. Мы уверены, что современный путь, он более быстрый, и то временное время, которое было, оно было временным, и наступление социализма, социальной справедливости, оно в ближайшее время будет происходить не только в странах Латинской Америки, но и по всему миру и в Российской Федерации. Если посмотреть на тех молодых ребят и девчонок, которые приехали со всего мира на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который состоялся в Российской Федерации, то они приехали под красными знаменами с идеалами справедливости и социализма. И все больше молодых людей в Российской Федерации выбирает этот путь. Мы только в рамках приема, посвященного столетию Великой Октябрьской социалистической революции, в партию приняли около 30 тысяч ребят и девчонок. Это движение будет нарастать. Мы в партию действительно приняли самых лучших представителей молодежи. Уверен, что победа, победа социализма, победа нашей партии не за горами.